Курс у нас восстанавливается на бирже абсолютно рыночным образом. Что влияет на курс? Экономисты прекрасно тоже понимают. Притоки валют в страну за продажу энергоносителей в первую очередь, хотя у нас большие объемы других видов экспорта сохранились. Импорт уменьшился, потому что, во-первых, произошла резкая девальвация рубля с одной стороны. С другой стороны, и западные страны нам стали ограничивать определенные импортные поставки раз, и второе, создали проблемы с логистикой, то есть доставки импортных товаров два. Поэтому сейчас вот такая ситуация, когда была, то валюты очень много пришло в страну, она стала давить на курс с точки зрения того, что курс рубля стал крепнуть, а курс других валют ослабляться. Это еще следствие того, что мы отказались от бюджетного правила в текущем году и не закупаем избыточную валюту в резерв. Это тоже влияло на стабилизацию курса. Сейчас это правило не работает, и если бы фонд национального благосостояния у нас сохранялся, мы бы пополняли его, то курс был бы не таким крепким, и он был бы более стабильным, что происходило в предыдущие годы. Поэтому искусственность или подкрутки центрального банка никакой нет. Есть экономическая ситуация, финансовая ситуация с тем, что потоки большие в страну, уход валюты из страны контролируется, и в результате курс крепнет.